Я устал. Давайте мы сразу поймем, о чем идет речь. Мы сегодня не будем говорить о физической усталости, потому что это естественно, что каждый человек, живущий на земле, он устает. Так написано в книге Бытие, в первых главах написано, и в поте лица будешь добывать свой хлеб. Понятно, что каждый живой человек имеет свой ресурс. Мы работаем, мы нагибаемся, разгибаемся, мы чем-то рулим, стучим, и к вечеру мы устаем, это нормально. И каждый человек, у него есть определенный какой-то ресурс. И мы не будем говорить о физической усталости, потому что она естественна. Для того, чтобы снимать физическую усталость, нам необходимо поспать, правильное питание, ну и может еще какие-то моменты. Ну то есть мы знаем, что делать с физической усталостью. Но мы сегодня поговорим о том, что удивительный феномен современного времени, потому что вот человек, который живет вот в нашей среде, в наше время, если вы хорошо подумаете, если вы хорошо вспомните, то сегодня есть такое понимание, и часто люди говорят, я устал. Хотя если ты спросишь человека, от чего он устал, он, скорее всего, он не в шахте работал весь день, и может быть не какие-то, вы знаете, еще лет 100-200 назад, когда люди сеяли пшеницу, они выходили, и вот знаете, вот таким методом, потом они круг делали, да, и кругом копали. Как вы думаете, вот так можно устать? Я думаю, если бы нам потом еще серп дали и сказали вот так еще, потом это все скостить, вот это, я думаю, была физическая усталость. Но и сегодня труда хватает. Но мы говорим о том, что сегодня современный человек, мы можем видеть так, что человек весь день будет лежать на диване, смотреть какой-то интернет, кино, и к вечеру он, знаете, что скажет? Я так устал. И на самом деле он будет себя так и чувствовать. Или от того, что он там весь день тыкает телевизор, или смотрит какие-то программы, и к вечеру, или к каким-то дням он говорит, я устал. И вот эта усталость, знаете, или человек, даже если вы особых людей знаете, они поехали, например, он или семья поехали в отпуск. Видели? И когда они отдохнули там неделю или две, они возвращаются, и ты говоришь, ну как? И они говорят, мы так устали, самолеты, вода там. И они рассказывают, и ты такой думаешь, и они говорят, надо отдохнуть от чего? От отдыха надо отдохнуть. То есть, и когда ты думаешь, думаешь, это что за, как бы, или человек, знаете, пошел в шоппинг, да, пошел в магазин, походил, пришел вечером, сил нету. Как он, как будто, знаете, три поля картошки выкопал. Говорит, я устал просто, сил никаких нет. И знаете, я тогда думаю о том, что, а что это такое, что это за усталость такая? Откуда на самом деле у человека есть это состояние? Откуда оно берется? И почему человек, он сегодня, он так легко устает от каких-то действий? Он устает от чего-то, от каких-то моментов? И давайте мы об этом подумаем. Написано так. Это послание Коринфянам, 9 глава, 24 стих. Не знаете ли, что бегущие на ресталище бегут все, но один получает награду, так бегите, чтобы получить. Слово Божие говорит, что жизнь, как образ, как аллегория, оно говорит, это как ресталище, это как беговая дорожка, это как определенный какой-то путь. И он говорит, все бегут на этом ресталище. Вот родился и побежал. И он говорит, все бегут, но Слово Божие, оно советует и говорит так. Но ты беги. Не так как бы, ну все побежали, ну как бы родился и жизнь, вот она пошла. И я как бы тоже не хотел в принципе бежать, но получилось. Он говорит, нет, а ты беги так, чтобы получить награду. То есть, Слово Божие говорит, что, в принципе, этот путь жизни человека, он на самом деле у всех примерно одинаков. Я понимаю, что есть разные жизненные ситуации, но, тем не менее, человек начинает свой бег. И у каждого человека есть определенный финал. Каждый человек, он понимает, что где-то будет конец. Но Слово Божие, еще раз говорю, оно говорит, а ты беги не как бы просто с этой массой, не просто вот с этой толпой беги, а беги, потому что там в конце этого пути, там в конце этого исталища есть что? Награда. И самое главное, это не просто выйти на финиш. Самое главное, это не побежать, не начать. Самое главное, это получить эту награду. И знаете, когда я думаю об этом, я понимаю, что для того, чтобы пробежать весь этот путь, пройти всю эту жизнь, 70, 80, кому Бог сколько отмерил, человеку нужны какие-то силы. Человеку нужна какая-то эмоциональная, духовная, душевная. Просто ему нужна какая-то определенная мотивация. Потому что, на самом деле, этот путь в длиной жизнь, он непростой. И понятно, что усталость, так или иначе, она будет приходить. И знаете, вот история, наверное, если вы читали когда-то или знаете, есть вот марафон, да, который люди бегают, 42 километра, 195 метров, это олимпийская дистанция. Если вы вот знакомы немножко, откуда взялись эти цифры, мы знаем, что давным-давно, еще 400 лет до нашей эры, была определенная там, ну, какая-то война, да, то есть, о которой мы мало знаем, но там были определенные события. И однажды люди, которые там, я просто сам не сильно историк, там, гаеки, римляне, кто там воевали, там, да, у них получилось так, что однажды эти гаеки, они стояли, и им нужна была помощь, ну, потому что на них, как бы, приходила какая-то армия там большая. И они отправили одного мужчину, и имя я даже его записал, потому что, оказывается, это все документально зафиксировано, и имя его Филиппика или Филидика, ну, то есть, это не имеет значения, как его там звали, и он у них был самый такой бегун, то есть, он мог там бегать. И они, когда понимали, что война такая серьезная, и врагов больше в 10 раз, они его за день до этого отправили, говорят, иди туда в Спарту, позови людей, пусть придут нам помогут. И он, знаете, за день до этого, он сбегал 208, за сутки он пробежал 240 километров, вернулся, прибежал в Спарту, ему местные там руководители говорят, слушай, помощи не будет, ну, как-то объяснили ему невнятно. Он прибежал назад, так как времена были суровые, еще ветхозаветные, он понял, что, объяснил тем ребятам, которых все, подмоги не будет, по тем временам, до 60 лет, все должны были воевать. Этот мужик, ну, вот этот Филиппика, да, он взял меч, и еще 6 часов он бился наравне со всеми, и они одержали какую-то великую победу. И на этом не остановилось. Этот мужчина, он был настолько сильно смотивирован, считалось, что кто скажет о победе, провозгласит ее, тому там, ну, какой-то венец тоже давали. Он весь израненный, после вот этих суток, после войны, то есть, он знаете, что делает? Он говорит, я побегу, и побежал. Вот эти 42 километра, прибежал туда, в свою там это, и знаете, что сказал? Он как бы сказал так, радуйтесь, афиняне, мы победили и умер. Вот как вы думаете, он чем так смотивировал на этот мужчина был? Ну, жить-то мог бы еще, у него как бы еще были. Откуда взялись столько сил? Откуда делась усталость? Это была великая мотивация человека, который понимал, что ему надо совершить некий определенный поступок, подвиг. Он хотел иметь эту мотивацию внутри себя, и имел ее, судя по плодам. И знаете, и мы видим, что у этого есть такой результат. Когда мы сегодня говорим о нас, о верующих, мы думаем, какую проповедь мне надо сказать, или как сильно меня надо смотивировать в жизни, чтобы я делал такие поступки. Ну, не бегал, да, но что-то делал такое в жизни, чтобы оно отличало меня. Чтобы, как этот, да, мужчина, он говорит, мы победили, радостная весть. А я бы мог сказать, Иисус Христос живой, он вовеки тот же, то есть, ну, радостную весть. Да, вот что у меня должна за мотивация быть? И я понимаю, что верующий человек, это человек, не который живет от проповеди к проповеди, это не тот человек, который чувствует внутри себя, что его постоянно что-то, какой-то уголь подкидывают. Но давайте вспомним, что в Эдемском саду самая главная мотивация, которая была дана Богом человеку, помните, 2 глава, 7 стих, и написано, «И вдохнул Бог дыхание жизни в лице человека». Вот знаете, вот если хорошо в это думаться, это и есть самая большая мотивация, когда Бог, он дал человеку дыхание жизни. И это дыхание, оно начало в человеке быть. Дыхание, это не просто какое-то действие, раз, мы знаем, да, там, щелчок и все. Дыхание, это процесс. Это мы вдыхаем, мы выдыхаем, и это бесконечно, и это не останавливается, и это продолжается, потому что и в этом есть жизнь. Когда человек приходит ко Христу, когда человек приходит в чудный Божий свет, человек получает во Христе это дыхание жизни. И когда он имеет это внутри себя, то, знаете, вот эти вот внутренние состояния человека, о том, что мы сегодня говорим, они начинают отключаться. Вот эта усталость, о которой мы говорим, она, знаете, она начинает переключаться. Ну, давайте мы просто вот вспомним несколько примеров. Ну, чтобы было понятно. Вот кто? Ной. Ему говорят, заключили с ним завет. Строишь ковчег. Сто лет. Представляете? Это не два раза ячейку провести, и не год. Это на сто лет. Иной бы подумал, сказал, слушай, что-то, наверное, я... А что там пенсия будет, когда? А роди, там, дотации. Ну, сразу давайте на берегу решим. Или давайте представим Моисея. Немножко уставшего. Ты давай, вот знаете, Бог его зовет из огненного куста, и говорит, Моисей, давай, иди. И вот Моисей пошел, этот народ. Все непросто, да? Народ и так, и так себя ведет. Сорок лет в пустыне. Как вы думаете, можно устать физически? Можно устать так сильно? Можно и поправиться, и полысеть, и поболеть? Это физически. Но мы понимаем, что такие люди, как Ной, как Моисей, это люди не уставшие. Они, может быть, постоевшие. Они, может быть, изменившиеся физиологические. Они, может, посидевшие. Но это люди, мы понимаем, это не уставшие люди. Это не люди, которые, знаете, мы читаем книгу, о них там, бытие, мы читаем исход и думаем, это что за банда уставших людей, которых просто постоянно куда-то гонят, гонят. Да нет, мы понимаем, что эти люди, это очень сильно смотивированные люди, имеющие дыхание жизни внутри себя и совершающие определенные действия. Где-нибудь вы видели, чтобы вот эти, или давайте, ну, еще для полноты одного вспомним. Самуил. Помните, когда его там благословили в дом Божий, где Илья, и Самуил, значит, там, начал расти. Он попал не в самую лучшую церковь. Ну, так, да, кто читает Библию, мы понимаем. Он попал не в самые лучшие обстоятельства. Сыны Ильи, они там чудили, реально, они просто ели, как это церковное мясо. Как вы думаете, от таких поступков можно устать? Ну, когда ты смотришь, какой-то постоянный беспредел. Вот пришел немыто, постоянно нездоровываются, постоянно какая-то коррупция, постоянно что-то, какая-то яма, дыра. Как вы думаете, это приносит усталость? И человек, он говорит, да я устал от... Он бы, вот, имел бы все права, человек сказать, да я вот от этого, от всего, я очень сильно на самом деле, я устал. Ну, мы видим, что Самуил, он смотрит на эти обстоятельства, он видит, что происходит, и он говорит, ну, как бы, ну, наверное, такая вот у меня духовная семья. И он без намека на какую-то усталость, имея это внутреннее дыхание жизни, имея эту мотивацию, он продолжает свою жизнь, он продолжает свое движение в тех обстоятельствах, которые есть. Давайте переключимся к нам. Сегодня мы, конечно, люди такие умные, мудрые. И когда мы сегодня видим человека, который говорит, я устал, такая, да, она как бы не острая фраза, я вам перевожу с греческого, хоть с какого на современный. Человек, который начинает говорить, я устал, он другими словами, он говорит, вы мне все поднадоели? Все, что происходит вокруг, ну, в семье это, в церкви, на работе, то есть там, или где он это говорит? Он говорит, я устал. Он другими словами, он дает вам позывной. Он говорит, я, скорее всего, с этим совсем буду завязывать. Я устал, это лозунг человека, который собрался капитулировать. Это, я устал, это значит, человек, который говорит, я больше не хочу этим заниматься. Я больше не хочу это слышать. Я не хочу больше это видеть. Человек, который потерял это дыхание жизни, который занимается чем угодно, но не понимая, кто он в церкви, кто он в жизни, куда Бог его влетет, он вечно уставший. Что бы он ни делал, куда бы он ни приходил, он уже будет от одной твоей мысли, ты будешь говорить, завтра пост, я уже устал от этой мысли. Послезавтра евангелизация, я устал от этой, то есть от одних мыслей ты будешь уставать. Человек, который не в дыхании Божьем, который не в теме Божьей, человек, который не имеет видения в церкви, он уже от одних призывов, которые звучат, он уже автоматически начинает от них уставать, потому что для него это все тяжелое время. Но кто-то может сказать, да ты пойми, работа, дети, то, сё. Я понимаю, но написано, мы читаем в Писании, что в Коринфе, 10 глава, 13 стих, вас постигло искушение, не иное, как человеческое. И верен Бог, который не пустит вам быть искушаемой сверх сил, но при искушении даст ей облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Даже если что-то пришло, даже если что-то догнало, болячка догнала, экономика догнала, но у кого так нету в жизни. Колес зимних нет, чего угодно, крокодил не ловится, не растет кокос, все, что угодно в жизни получается. Но Библия говорит, что Бог не дает человеку столько, сколько бы он на самом деле умер, и настолько сильно был бы уставшим. Потому что уставший, это немотивированный человек. Это человек, не имеющий цели. Это человек, который понимает, что есть аресталище, но не видит цели, как бежать. Чаще всего этот человек может уставать, знаете, от чего? Человек, он устает, от кого? Вот от кого мы устаем? От нашего правительства? От нашей погоды? Или еще? Да нет, знаете, от чего мы устаем? От самих себя. Мы входим в какую-то воду жизни, в какие-то обстоятельства жизни. начинаем кому-то завидовать, начинаем кого-то обсуждать, начинаем еще что-то видеть, и живем, развиваем эту тему, у нас находятся друзья, с кем это? И знаете, в какой-то момент, когда человек в этом долго находится, он сам от себя начинает уставать, потому что постоянно в голове, тот не такой, этот не такой, это собрались покупать, деньги надо потратить на это, туда пойдем, туда поедем, и знаете, человек обсуждает, и в какой-то момент человек, он хочет, он знаете, не хочет, он устает от своих мыслей, от своего взгляда на жизнь, от своих сообществ, он просыпается, он уже автоматически уставший, потому что его вся жизнь, она уставшая, она вся жизнь изнеможденная, и он понимает, еще один день, и многие люди сегодня стремятся изменить эту жизнь, потому что они настолько так сильно устали жить вот в этом во всем, они говорят, поменяем город, уедем в другой город, там будет лучше, уедем в другую страну, поменяем друзей, поменяем церковь, поменяем еще, и эта усталость, она куда-то уйдет, этот напряг уйдет, если мы будем что-то менять, я вам хочу сказать, я неоднократно был в иммиграционных всяких сообществах нашего Краснодарского края, Европы, или еще какой-то заграницы, я хочу сказать, люди, которые не имеют откровения или послания от Бога ехать куда-то и нести Евангелие, это масса уставших людей, которые ходят, может быть, по берегу моря, может быть, с экономикой, может, еще с чем-то, но они, как здесь были уставшие, внутренние, так они и там, эти люди, на самом деле, они и являются, потому что усталость, она не обуславливается погодой в этом регионе, или обществом, которое здесь есть, или какими-то обстоятельствами, дырами на дорогах, или каким-то там бюджетом, усталость, это внутреннее состояние человека, который на самом деле просто заблудился, Священное Писание также говорит о том, что это послание к Евреям, 12 глава, 4 стих, написано так, что а вы еще не до крови сражались, давайте просто подумаем, а что надо до крови, вы извините меня, в воскресенье, выходной, я встал сегодня, раньше, чем на работу к себе, я и так подвиг веры совершил, я приехал сюда, я зубы почистил, я на дачу не пошел, вам какой подвиг-то, ребята, еще надо, ну какой, и человек, я понимаю, а Библия говорит о том, а вы еще не до крови сражались, а что, прям надо до крови, да я понимаю, что мы не говорим о физических каких-то вопросах, связанных с каким-то истязанием, с какой-то жертвой, с каким-то, вот знаете, когда человека берут, ты просто, вот ну, как-то его сгибают, или вот, или из него все, человек, на жизненном пути, он может стоять, он может уставать, у него могут выпадывать зубы, он может физически уставать, но человек, который духовно в тонусе, человек, который на самом деле знает Бога, знает его дыхание жизни, знает цель, он конечно может подойти на себя и посмотреть через 5 лет, и посмотреть, ну да, я немножко износился, ну да, волосы мои стали белее, ну да, может быть отдышечка, ну это может быть, это касается абсолютно всех, но если человек, он смотрит на себя в зеркало, и он понимает, я все еще молод, я все еще красив, я все еще невеста Иисуса Христа, я все еще тот, который на самом деле идет и бежит вперед, потому что я понимаю, во мне есть это дыхание жизни, я физически могу уставать, стоять, и даже могу умирать, но духовно я не уставший, духовно я бодр, как никогда. Одно еще успеем про одно местописание прочитать, пока мы еще в эфире, написано так, это апостол Павел, это вот его график жизни, написано, 1 Коринфина, 11 глава, 23-29 стих, «Я гораздо более был в трудах, безмерно в ранах, более в темницах, и многократно при смерти, от Иудеев пять раз дано мне было по 40 ударов, без одного, три раза меня били палками, однажды камнями побивали, три раза, я терпел кораблекрушение, ночь и день пребывал во глубине морской, много раз был в путешествиях, в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустынях, в опасностях, на море уже устал, даже читать устал уже, в опасностях между уже братьями, в труде, в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, Часто в посте на стужи и в ноготе, кроме посторонних приключений, у меня ежедневно стечение людей, забота о всех церквях. Кто изнемогает? Ну, тут ему можно вопрос поставить. И хочется сказать, апостол Павел говорит, устал. И мы бы сказали, реально, мы тебя понимаем, ты устал, Павел, пора тебе. Но мы знаем, что этот человек, который имеет внутри себя это дыхание жизни, он понимает свою цель, он смотивирован, он, может быть, находится в темницах, он получает этими палками, он лишается своих каких-то статусов, образования или еще такое. Но не намека на то, что этот человек уставший, что этот человек, он говорит, я настолько, вот у меня депрессия, настолько люди, тут не только от каких-то злодеев, тут еще от своих получал. Но мы знаем, что все вещи, о которых говорит апостол Павел, он говорит, а я стремлюсь к цели, я стремлюсь вот к этому моменту, чтобы получить этот венец. И хочется сказать, да ладно, успокойся, тебе что, больше всех надо, чем им, что ли? Ты посмотри, какой у тебя послужной список. Но я понимаю, что человек, который сегодня, о котором мы читаем, это человек, который имеет это внутренний запал, не имея, вот знаете, не имея какой-то великой перспективы. И даже имея понимание, что он пойдет на смерть, этот человек, он все равно бодрый. Я понимаю, что сегодня каждый из нас, он бежит на аресталище. Что сегодня этот путь, пока мы живы, он не заканчивается. Он есть, он будет. И сегодняшний день, и завтрашний. Вопрос сегодня, с чем живу и просыпаюсь я? Если я по жизни тот, и вы видите меня, и я везде уставший, и вам кажется, я на трех работах, у меня там 18 детей. Да все просто. У меня смартфон, у меня еще какие-то мечты, желания. Я понимаю, что я устаю сам от себя, от своих желаний, от своих ситуаций. Но человек, мотивированный Богом, идущий за Богом, движимый Богом, зная свое откровение, он живет вот этим внутренним миром. Он живет вот этой энергией. Он живет не усталостью, а перспективой. Я хочу, знаете, сегодня от всего сердца благословить всех нас и сказать. Сегодня, в какой-то момент, ты понимаешь, где-то, откуда источники моей жизни. Откуда на самом деле я питаюсь. Может быть, от того, что меня хвалят на ячейках. Или от того, что пастор иногда мне звонит. Может быть, вот это есть моя мотивация. Может быть, от того, что здесь хорошие люди. И это тоже все имеет свой вес. Общение с людьми, общение в каком-то сообществе. Но я хочу сказать, что дыхание жизни, это Богом данная благодать, которая дает нам бежать по этому исталищу. И не просто бежать, с чего мы начали, как бы все. Ну, потому что там венец. Я от всего сердца благословляю всех нас, чтобы мы понимали, что сегодня мир и благодать Божия да пребудет со всеми нами. Субтитры сделал DimaTorzok